Девушки отдыхают Девушки отдыхают И твои волосы тоже нравятся Прекрати, пожалуйста Эй, Кайто Ну-ка отстань от Сакуры Ты чего её дёргаешь за косички? Ну так она очень красивая Если тебе нравится девочка Дёргать её за косички Не лучший способ проявить свою симпатию к ней, знаешь ли У тебя тоже есть косичка сзади Хе-хе Даже не смей трогать мои волосы Не смей И не обижай других девочек Хочешь, чтобы я пожаловалась классному руководителю? Я не буду, не буду Смотри у меня Ох, спасибо тебе, что ступилась за меня, Юка Не за что У нас сейчас какой урок будет? Математика будет Ай Хе-хе Так А ты чего в меня бросаешь клочки бумаги? Заняться тебе больше нечем? Ух, ну почему ты такая злая? Я не злая Я справедливая Перестань кидаться бумажками сейчас же А то, пожалуй, к классному руководителю Ну ладно С тобой даже поговорить нельзя Чуть что Тут же к классному руководителю Ты когда-нибудь с мальчиками встречалась? А? Это тебя не касается! Эх, ладно Затем начался урок математики На нем наш учитель Хаджиме Сенсей Рассказал одну важную новость С сегодняшнего дня математику будет вести новый учитель Его зовут Оно Сенсей Он недавно окончил педагогический институт Для него это будет первый опыт работы учителем Так что будьте с ним добры и вежливы Здравствуйте, дети Рад вас приветствовать Ого Новый Сенсей выглядит моложе моего папы А на фоне Хаджиме Сенсей он словно внук У вас в классе есть староста? Да, это я! Я Юкаота Очень приятно Я всю нужную информацию по нашему предмету буду передавать через тебя А ты тогда будешь передавать ее своему классу Хорошо, без проблем Что ж, теперь мы с вами знакомы Очень приятно Хаджиме Сенсей, вы можете идти Надеюсь, мы с вами, дети, еще увидимся Признаюсь честно, у вас очень хороший класс И у вас очень хорошая староста Ответственная Спасибо И начался урок математики Надо сказать, что Оно Сенсей провел его неплохо Конечно, было непривычно, что у нас появился новый учитель Но за несколько лет мы уже привыкли к тому, что каждый год у нас меняются учителя Оно Сенсей спокойно вел урок и был вежлив Как нам и говорил Хаджиме Сенсей Вот таким образом нужно выполнять умножение и деление дробей О, а вот и звонок Я отдаю вам домашнее задание Выполните три упражнения в данном учебнике на странице 55 Там они как раз на умножение и деление дробей Всем спасибо Урок окончен Все мои одноклассники стали собираться Я в это время решила отдать Оно Сенсейу лист, на котором я написала список присутствующих Оно Сенсей, вот список присутствующих, возьмите пожалуйста Спасибо, Юка У него такая добрая улыбка, я только сейчас это заметила Сегодня класс вел себя хорошо Я думаю, это все потому, что перед ними был новый учитель Не все у нас такие тихие Порой достают других, и мне приходится вступаться Я привыкла Я же староста класса Значит, все сюрпризы впереди? Ну да Ничего Надеюсь, что справлюсь Для меня это первый опыт Вы раньше никогда не были учителем? Я учился в педагогическом институте Была практика, конечно, но я еще не работал учителем Понятно Ладно, я не буду вас отвлекать Сейчас же другой класс придет Спасибо вам Не за что До свидания До свидания В тот же день На большой перемене я спокойно сидела в классе И тут ко мне подошел Кайто, мальчик Который приставал к Сакуре Эй, Юка А? Чего тебе? А чем вы болтались с новым учителем, а? Вообще-то я просто ему отдала список присутствующих учеников А может он тебе понравился? Хе-хей Как тебе такое в голову вообще взбрело? Вечно ты ко всем пристаешь Еще раз такое спросишь Я покажу тебе, на что я способна У тебя, конечно, характер такой Мальчиковый Какой мальчишка с тобой будет встречаться? Ой Вот тебе Каждая девочка найдет себе того мальчика С которым ей будет хорошо И я не исключение А если кто-то посмеет сказать что-то плохое о том, кого я люблю Мало не покажется никому И тебе тоже, Кайто Не смей говорить о моем характере Не смей, понял? Ладно, ладно Не буду Кайто меня, конечно, сильно разозлил И как он мог такое мне сказать? Дома я пыталась отвлечься Я вдруг вспомнила, как Оно-сенсей улыбнулся Я такой доброй улыбки еще не видела Мне почему-то захотелось снова увидеть, как Оно-сенсей улыбается На душе мне повеселело Я стала ждать, когда настанет пятница У нас математика бывает три раза в неделю По понедельникам, по средам и по пятницам И все эти дни Оно-сенсей будет вести у нас математику И вот наступила пятница К нам пришел Оно-сенсей и урок математики начался Здравствуйте, дети Сейчас мы будем разбирать наше домашнее задание Давайте сначала я проверю, кто смог выполнить задание С кого я могу начать? Давайте с меня! Хорошо, Юка Давай посмотрю Ну-ка Так Все правильно Все примеры решены без ошибок Молодец! Спасибо! И тут я увидела, как Оно-сенсей улыбнулся Меня эта улыбка поразила прямо в сердце Какая же добрая улыбка! Улыбка Оно-сенсей! Как здорово ее видеть! Ой, я же в школе! На меня же смотрят мои одноклассники! Нет, они не должны знать, что мне нравится улыбка Оно-сенсея Они меня неправильно поймут Я не должна кому-либо показывать свою симпатию Нет, нет и еще раз нет! Ради интереса я даже оглянулась и посмотрела Не испытывают ли девочки такого же чувства, что и я, когда видят улыбку Оно-сенсея Как ни странно, но все были спокойны Но может мне так казалось? После урока я, как обычно, отдала Оно-сенсею список присутствующих Оно-сенсей, возьмите, пожалуйста, список присутствующих Я всех отметила Большое спасибо, Юка А... Все в порядке? Эм... Да! У вас такая добрая улыбка! Ой! Зачем я ему сказала? Мне об этом говорили только мои взрослые коллеги Но дети никогда, даже на практике, не говорили Правда? Да, это правда Оно-сенсей, а когда вы были маленьким, у вас была такая же добрая улыбка? Конечно! В детском саду за мою улыбку дети мне назвали Мальчик Солнышко! Мальчик Солнышко! Хорошее прозвище! Самое главное, оно не обидное! Вы и вправду улыбаетесь, как солнышко! Спасибо! Юка... Да? Если есть какие-то проблемы с твоими одноклассниками, можем поговорить о них после уроков Я, возможно, смогу что-то подсказать тебе Поговорить? Это значит, что... Я могу одна посмотреть на то, как улыбается Оно-сенсей! Вот это да! Хорошо, я поняла вас После того, как Оно-сенсей мне сказал, что я могу с ним поговорить после уроков, я сильно обрадовалась Мне хотелось ему многое рассказать В итоге, после уроков я отправилась к Оно-сенсею Здравствуйте еще раз, Оно-сенсей! О, Юка, здравствуй! Решила прийти? Ага, да Ну, раз такое дело, давай поговорим Что тебя беспокоит? Эм... Вы знаете, в нашем классе есть один мальчишка, который пристает ко всем Особенно к девочкам Кай-то его зовут Любит он подергать за косички Вон Сакура часто жалуется на него А в последнее время он ко мне подходит Так дразнен, что я не выдержала и дала ему пощечину А почему он так себя ведет? Не знаю Я бы не сказала, что он двоечник, оценки нормальные, но... Поведение Кай-то оставляет желать лучшего Даже слишком Не... А он с тобой учился в начальной школе? Нет, но я слышала, что он учился в другом классе нашей школы Мне сказали, что его перевели сюда, потому что Кай-то довольно проблемный мальчик Даже так? Ага Если он тебя так сильно достает, не обращай на него внимания А лучше сходи куда-нибудь В столовую или в библиотеку Ладно, я поняла Даже наш классный руководитель не давал таких советов А у нас сенсей очень умный Ой... Что такое? А... Похоже, мне надо перекусить Сейчас посмотрю, что у меня есть в рюкзаке О нет! Я все съела! Ах... Дома поем тогда Подожди У меня осталось немного обеда Я не все съел Могу угостить тебя А? Угостить? Ну... Это неожиданно Даже не знаю Не бойся Мне не жалко Я хочу поделиться с тобой У меня есть немного риса с куриными шариками в соусе Ладно Тогда я попробую Ммм... Как же это вкусно! Объедение! Это я готовил А? Вы? Вы еще готовить умеете? Да Меня мама научила Когда я ходил в школу То брал с собой обед Который сам себе приготовил Потом в институте так же делал И сейчас Вы хорошо готовите Оно-сенсей Правда-правда Мне понравилось ваше блюдо Хе-хе-хе-хе Спасибо У меня было какое-то необычное чувство Причем такое Что его не было при виде других учителей Только когда был Оно-сенсей Мне становилось хорошо Когда я смотрела на него Я представляла Как он подходит ко мне и улыбается И хотя я не подавала виду Что мне хорошо Когда был рядом Оно-сенсей А класс был полон Но некоторые одноклассники Заметили, что я стала милее Особенно заметил Кайта Ох, вечно он пристает Ты сегодня прям милашка, Юка А? Милашка? Ага Ты что, кого-то нашла? Не твое дело Отстань Эй, мне же интересно Даже если это так Это не отменяет того факта Что ты меня обидел Когда сказал, что у меня никого не будет И что у меня мальчишеский характер Хотя это не так Не так Не так Ну Прости Я, наверное, перегнул палку Извини Ладно Проехали Юка, можешь подняться на большой перемене на крышу? На крышу? Да, мне нужно кое-что сказать тебе. Мне нечего делать на крыше. Прошу, Юка, пожалуйста. Ну, ладно, хорошо, я поднимусь. Как-то странно со мной заговорил Кайка. Он стал тихим и спокойным. Почему же? Хотя, я потом поняла, сама же сказала, что у меня уже кто-то есть. Я солгала? Не совсем. Объясню потом, почему. Так вот, я поднялась на крышу, а там меня ждал Кайка. Юка, ты знаешь, почему я тебя дразнил? Почему? Потому что ты мне нравишься. Что? Да, ты мне нравишься. Знаешь что? Когда любят, то не дразнят того, кто тебе нравится. Решил меня разыграть, да? Прости, но нет. Я с тобой не буду встречаться. У меня уже есть тот, кто мне нравится. Извини. А если я еще сильнее буду тебя дразнить, то ты влюбишься в меня? Бака-то, Кайта! Просто Бака! Стой! Стой, Юка! Кайта мне никогда не нравился. Он все время всех дразнит. Меня тоже. Поэтому я не захотела с ним встречаться. Но был ли у меня тот, кто мне нравится? Вы знаете? Да. Это был он, а сенсей. Да, сама не верю, что я сказала, но это так. Я старалась скрыть свои чувства. Потому что... Ну как такое может быть, что школьница может влюбиться в учителя? Но... Любовь приходит внезапно. И я не могла ничего с этим поделать. Однажды даже произошел один случай. Я неудачно упала, повредила коленку. Рядом проходил он и сенсей. Он подошел ко мне. Ой! А? Юка? Ты в порядке? Да. Но моя коленка болит. Я упала. Давай я тебя отнесу в медкабинет. Ой! Осторожнее! Не уроните меня! Не волнуйся. Мы уже практически пришли. Вот. Сейчас я обработаю рану и заклею ее пластырем. Ай-яй-яй-яй-яй! Больно! Тише, тише. Сейчас все пройдет. Потерпи немного. Вот так. Спасибо, Оно-сенсей. Вы очень добрый. И вы помогли мне. Не за что. Как твоя коленка сейчас? Щиплет немного. Ничего. Пройдет. Все будет хорошо. Прошла неделя. Несколько недель. Месяц. Два. И в итоге я поняла, что мне хочется признаться Оно-сенсей о любви. Я не выдержала и после уроков пришла к нему, чтобы сказать сенсей о любви. Здравствуйте, Оно-сенсей! Привет, Юка. О чем ты хотела со мной поговорить? А-а-а-м... Оно-сенсей. Я... Я бы хотела вам кое-что сказать. Да, Юка. Я слушаю тебя. Я... Я... Хотела сказать... Оно-сенсей! Вы мне нравитесь! А-а-а... Нравлюсь? Да! Я не шучу! Вы такой добрый! Такой хороший! Вы мне всегда помогаете! И... Я не знаю, что делать. Это, наверное, неправильно, когда ученица влюбляется в учителя, но... Я ничего не могу с собой поделать! Ах... Я все-таки ему призналась. Но мне почему-то так стыдно! Мне так неловко! Это... Неожиданно для меня. Но... Ты знаешь... Ты мне тоже нравишься, Юка. Правда? Да! Правда! Я... Я счастлива! Я безумно счастлива! Но все же нам стоит немного подождать. Давай договоримся так. Когда ты окончишь школу, будем вместе. А пока мы будем держать это в секрете, чтобы никто не узнал. Хорошо? Да! Я... Буду ждать! Буду! Клянусь! Я хочу быть с вами, Оно-сенсей! Я не верю тому, что происходит! Можно вас обнять? Да! Я такая счастливая! Значит, мы и правда будем вместе! Да! Это здорово! Спасибо вам! Спасибо! Да! Я все-таки смогла вам рассказать! Смогла! Ах... Было немного волнительно. Но я смогла. А что было дальше? Ой! А вы там как-нибудь другая раз? Хе-хе! Ах... Продолжение следует...